Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наше время» в студии Екатерина Шергова. Наводнение в Крымске в 2012 году стало одним из самых разрушительных. По официальным данным погибло 172 человека. И так прошло два месяца. В Крымске идут восстановительные работы. В Следственном комитете готовятся предъявить обвинения тем чиновникам, которые, по мнению следствия, виновны в халатности, что допустили эту трагедию. Какие уроки вынесла местная власть и федеральная? Какая помощь была оказана пострадавшим? И как выглядит город сейчас? Обо всем об этом мы будем беседовать сегодня с Аленой Поповой, общественным деятелем, координатором единого лагеря для волонтеров в Крымске. Алена, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сразу вернемся на два месяца назад. И вы же оказались там прямо в первые дни, если я не ошибаюсь. Да, вечером следующего дня. Точнее, даже днем, но в самом Крымске вечером. В самом Крымске вечером. А скажите, пожалуйста, где вы узнали о трагедии, почему вы решили сразу туда поехать, и насколько вы были готовы к этой поездке? Я узнала в Твери. Я находилась там в поездке, представляла большой проект по развитию среды городов. И мне позвонил мой друг и сказал, что случилось наводнение в Крымске ужасное. То есть он не эмоциональный, когда сказал, что случилось ужасное. И мы запустили сразу сбор средств на кошелек или ипаномарева депутата Государственной Думы. И выпустили большой материал, что мы поддерживали сбор средств для Булгарии, когда она затонула. И вот сейчас поддерживаем тоже. Вечером этого же дня стало понятно, что там вообще нет никакой информации о том, что происходит. И местные жители, которые выходили на связь с ребятами, которые уже были на месте, рассказывали страх и ужасы. Поэтому спонтанное решение было вот ровно в шлепках, шортах и в майке, как я была с чемоданом, с которым я приехала в Тверь, ровно в таком вот виде, поехать в Крымск. Естественно, я совершенно не ожидала увидеть то, что я увидела. То есть город без электричества, реально затопленный, в котором нет абсолютно ни тепла, ни света, ни людей, водят собаки. И единственное, что есть, это на центральной площади города есть большая такая труба световая МЧС и несколько палаток МЧС. И дикий хаос, и дезорганизация, потому что никто не знает, что делать. Ну вот сколько волонтеров уже к тому моменту было в городе, когда вы приехали, и как вы приняли решение стать вот этим самым координатором единого лагеря? Не единый лагерь, он назывался Добрый лагерь, а решение было тоже принято абсолютно спонтанно. Волонтеров там находилось, в общей сложности, наверное, человек 20-25, которые уже ребята с утра приехали, и там в том числе была журналист-коммерсанта Настя Каримова, Костя Дегтярия, Роберт Шлегель, депутат Государственной Думы, ребята. То есть такие вот, которые уже весь день ездили, покупали пакеты для мусора, начали очищать дворы. И первое, что я услышала, когда мы подъехали к этой центральной площади, меня водитель спросил, что вот вы уверены, что вы хотите здесь оставаться? Я говорю, как бы уже практически совсем поздний вечер, поэтому, конечно, я уверена. Ну, тут же все затоплено, как вы будете здесь оставаться? Давайте примем решение по ходу. То есть вот спасибо, что довезли. И я, Илья Пономарев и Данила Линдалья пошли на вот это экстренное совещание штаба. На этом экстренном совещании штаба было совершенно феерично, потому что собрались местные службы, газовая, электрическая, ну, все стандартные, муниципальный орган власти, краевая власть. И они, значит, рассказывали реально с комсомольским задором, я по-другому не скажу. То есть не было счастья, но трагедия страшная, но вот именно задор. Такое-то количество человек погибло, похороны организуем так-то, на похоронах поем такие-то песни, кормим, не кормим, восемь точек, на которых раздаем военную полевую еду, там кухня организована, ну и так далее. И все это о людях, которые уже как бы либо ушли, либо реально все потеряли, непонятно, что делать с теми, кто завтра придет, и кому там действительно нечего есть, не на чем спать, там, что вообще с теми строениями делать. Я встала и говорю, вы знаете, вот я приехала, я хочу помогать. И судя по реакции, скорее всего, завтра и послезавтра здесь будет большое количество молодежи. И при том, что перед тем, как пойти на это заседание, познакомилась с Женей Машкариным и Аней Машкариным, два пара, два молодых человек, которые приехали из Краснодарского края, и весь вот этот день сидели на двух своих сотовых телефонах, принимая заявки о том, что там происходит, какая помощь нужна, и координируя это все. И я это сказала. Говорю, знаете, за сегодняшний день одна девочка скоординировала там 200 человек. Поэтому давайте, может быть, мы это как-то организуем. На что мне сказали, Алена Владимировна, вы езжайте там в свою Москву, у вас там Собянин, вы лучше ему помогайте. И, конечно, 100% после этого мы все волонтеры собрались и решили, что лагерь точно будет, судя по такой реакции. Потому что о местных жителях сейчас надо заботиться, явно надо заботиться. У здания стояло огромное количество людей, мужчин и женщин, которые, как мы только вышли, начали рассказывать, у меня дочь погибла, у меня вся семья погибла, у меня весь дом снесло. И, конечно, вот на следующий день, когда я пришла просить у администрации место, авторизованное место под лагерь, мне сказали, где-нибудь только не в черте города, а лучше за пределами Краснодарского края. Вот. В черте города получилось сделать у ребят на Шихстов лагерь около МЧС. Я сказала, что я хочу тоже место, которое около МЧС, потому что нужна точно защита и нужны наряды на работу. И мы ездили, смотрели, какое место подойдет и выбрали вот это вот в итоге, где сейчас действительно единый лагерь. Поле – это пересечение улицы Коммунистической объездной дороги, а там базировался МЧС, какие-то формирования напротив, поле с подсолнухами кладбища. Но там вот стал лагерь. Ну, выбивали очень долго туалеты с боем. Пять туалетов нам дали только под мое честное слово, что будет тысяча человек. Когда на следующий день приехали, 25 мне сказали, что, блин, где тысяча, сейчас увезем все туалеты. Но туалет поставили, что было удивительно, потому что меня все предупреждали, мне там пришлось пройти 8 кабинетов, мне в каждом кабинете говорили, что, ну, конечно, вы можете попробовать, но точно вам их сегодня не поставят. Но поставили туалет. А скажите, вот такое отношение местных влачастей, оно продолжалось все это время, что вы находились в Крымске, или в какой-то момент произошел перелом, и они перестали вас отправлять в Москву? Да, нет, на самом деле перелом произошел день на третий, когда они просто поняли, что большой поток гуманитарной помощи оказывается со стороны гражданского населения, то есть это не какая-то там сертифицированная госслужба. И что большой поток волонтеров делает реальные вещи, потому что на каждом экстренном заседании штаба, они там проходили в 8 вечера обычно, я приходила и рассказывала, что вот смотрите, наши ребята поехали в станицу Нижнебаканскую, там вообще никого не было, ни МЧС, там до приезда ребята, вот они сейчас делают то-то и то-то, вот такая статистика, конечно, глупо было относиться к этому негативно или отправлять кого-то, да, потому что это оперативная помощь, которая оказывалась безвозмездно, достаточно эффективна и на местах. Ну, то есть ощущение, что вы путаетесь ногами у них было или не было? Ну, оно, конечно, периодически было, потому что они очень сильно боялись, что мы начнем распространять какую-то не ту информацию, причем под не той информацией, например, подразумевалось постоянно вот то, что мы выкладывали кучу фотографий разрушенных зданий, там, истории людей. Они боялись, что мы будем сеять панику, и вот когда там действительно я была в этой панике, когда опустили по городу слух, что прорвало плотину, я вот в этот момент ехала как раз со стороны плотины. Человек, с которым я ехала, тоже волонтер, резко развернул машину и поехал на гору. Я говорю, что ты делаешь, мы едем со стороны плотины, никакая плотина не взорвалась, как минимум мы бы услышали, а как максимум мы 10 минут назад там были, там все нормально. Нет, он сказал, я точно взорвали чеченцы, это вот, значит, заговор, и в общем действительно пришлось выйти из машины, я ему говорю, поворачивай в штаб, поворачивай, надо срочно ехать в штаб. Он сказал, что нет, вот если ты псих, выходи, я поеду на гору. Я в итоге вышла, шла против движения, бежали люди, оставляли, образовалась огромная пробка, они оставляли машины, кричали, что они видят, как идет цунами, как идет волна. Я им кричала на встречу, что ребята, я оттуда, никакой цунами нет, волны нет, я вам гарантирую, я не МЧС, я там никто из власти, а гражданский человек, я только что там была, там все в порядке, я клянусь вам, все в порядке. И в итоге пришлось прийти, я дошла пешком до штаба, пришлось мне, еще нескольким волонтерам, брать мегафоны, и так же, как МЧС ездили на машинах, мы просто шли по трассам, против движения, и пытались успокоить людей. Потом в итоге, опять же, МЧС пригласил наш штаб, показал облет вертолетом над плотиной, там с датой, со временем, чтобы мы сказали в пресс-релизе, что мы видим на данный момент, вот на данную конкретную секунду плотину не прорвало, чтобы пока гражданское население. Конечно, это все создавало ряд проблем, потому что они искали провокаторов, они искали, естественно, провокаторов среди волонтеров, не будут же они там у себя провокаторов искать. Они, мне очень много говорили, что сейчас что-нибудь прорвет, действительно вдруг прорвет опять, и вот ваши ребята окажутся, у нас будет дополнительная работа. Вместо того, чтобы спасать, значит, там 58 тысяч населения, мы будем спасать еще плюс там несколько тысяч волонтеров. Но в какой-то момент произошел очень сильный перелом, когда их начали всех менять местами и увольнять. То есть там же все время была чехарда с краевой властью, с местной властью, с МЧС, с местным МЧС. То есть ты общаешься с одним человеком, послезавтра ты приходишь, человек уже другой. То есть того уволили. А насколько, на ваш взгляд, обосновано в таких случаях устраивать вот эту самую кабинетную чехарду? Понятно, что следствие разберется, как у нас принято говорить, что выяснят, кто виноват, где здесь чья халатность, против кого будут возбуждать, в отношении кого будут возбуждать уголовное дело. Но может быть, имело бы смысл людей пока не трогать на местах, что он же вроде занимается чем-то. Или эти люди, они настолько были напуганы, я имею в виду сейчас чиновников, которых туда-сюда передвигали и снимали с должности, что они не могли нормально работать и быть полезными, если чиновник вообще может быть полезен. У меня вообще сложилось впечатление, что там все были в состоянии шока. И это впечатление, оно было очень странное, потому что я знаю, что Крымск 10 лет назад был затоплен. Вот я как раз пыталась понять, почему шок, ведь это не первое наводнение. Я это пыталась понять и до сих пор пыталась. Это не первое наводнение, более того, два года назад опять было наводнение. И ни система оповещения, ни реагирования в ЧАЭС сделаны не было. Муниципалитеты к этому готовы не были, хотя это прямая обязанность муниципалитета, оповещать жителей, которые живут на его территории. И очень странная была реакция на то, что, например, невозможно собрать единые данные. Карта затопления появилась только на третий день к вечеру. Люди не понимали, куда оставлять заявки, а были совершенно смешные истории с заявками, когда приходит бабушка, пытается сказать, что ей надо крупы, гречки, у нее дом полностью разрушен. Она говорит, вы знаете, у нас принтер сломался, поэтому заявки мы не принимаем. В итоге волонтеры едут, волонтеры покупают этот принтер, дарят администрации принтер, чтобы они просто эти заявки принимали. И мы пытались сказать во время того, как принтера не было, давайте от руки эти заявки заполнять. Просто народ в очереди стоит. И это странно было, потому что, и эта странность, она как раз привела к тому, что сейчас все вернувшиеся ребята, перед которыми я преклоняюсь, потому что я уехала полторы недели назад, а они там до сих пор есть. И более того, мы сделали там склад, там работают на прием гуманитарной помощи, развоз ее, там работает центр, колл-центр принимает заявки, центр психологической помощи. И все вернувшиеся стали говорить, что давайте делать свое, какое-то волонтерское движение на реакцию по ЧАЭС. Потому что у нас мы не знали, как надо, мы не понимали, как эти завалы разгребать, что надо сжигать одежду, какой у нас должен быть там тоннаж, фур, который проходит или не проходит, как разгружать воду, масса чего не знали, при этом у нас все работало. Условно говоря, власти, я под властями подразумеваю всех людей, которые там имели властные полномочия, они впали вот в состояние вот этого анафилактического шока, когда один делает одно, второй дублирует, третий пытается контролировать, чтобы эта информация куда-то шла. Все делают правильные вещи, при этом такая десорганизация, потому что, ну, вот ты смотришь, и ты не понимаешь, у этих людей есть информация или та информация, что есть у тебя более верная. А на основе этой информации как раз и рассчитывается гуманитарная помощь, медицинская помощь, там масса всего. Ну вот объясните мне, пожалуйста, вот относительно информации, ее обработки, сейчас все упирается, если говорить там о том, что происходит сегодня, насколько сильно поврежден у человека дом, его надо восстанавливать или строить заново. Например, в каких-то средствах массовой информации писали, что люди даже иногда умышленно наносили повреждения своему собственному дому, который не до конца разрушен, чтобы получить то самое новое жилье, а не то, чтобы ему отстраивали, точнее пытались восстановить вот этот вот дом, который наводнение смыло частично. И вот это чиновники, которые проверяют всю эту информацию, может быть, то, что они делают неторопливо это и обстоятельно, гарантируют минимум мошенничества или не гарантируют? Нет, это ничего не гарантирует, прежде всего, потому что обстоятельность не равно потере заявки. Очень много заявок было просто утеряно в процессе обработки. Обстоятельность не равно то, что они не проверяют физически, то есть должны выезжать абсолютно из бригады, оценивать, как это вообще выглядит. И волокита тоже не равно обстоятельности. На данный момент, как вообще в Крымске... Извините, я сейчас не про дом, а все-таки там, грубо говоря, про еду. Вот для вас, как для волонтера, принципиально, что один и тот же человек придет в ваш лагерь, в другой лагерь, в администрацию поселка, города и получит гуманитарную помощь в три раза. Вам это важно или нет? Очень сложный вопрос, потому что в первые дни я видела, как это происходит. Это происходило очень часто, именно так. И мы морально не могли сказать людям, что... Ну, я уже видела, как этот же самый человек уже забирал у нас гуманитарную помощь. На второй неделе уже стала говорить. То есть тем, кто... Таких случаев это не было массово, но они были. И я говорила таким людям, что гуманитарная помощь вам в руки, это значит отсутствие этой гуманитарной помощи человеку, которому она нужна. И из-за этого возник, например, наш личный сбор заявок на месте, и без заявки мы больше ничего не выдавали. нас очень сильно раздирали споры, мы против же бюрократии, а в ЧАЭС эта бюрократия обязательно нужна, но только логичная бюрократия, то есть оценочная. Когда ты... Тебе не надо 25 минут заполнять заявку, а когда ты приходишь, говоришь, у заявки есть номер, и тебе по этой заявке собирают сами люди, волонтеры, выдают, и они точно видят твое лицо, твой паспорт, что они там тебе выдали. Ну вот, а я все-таки пытаюсь понять с человеческой точки зрения. Вот мне, как простому человеку, я сама лично не представляю, что значит потерять все, что было, да, слава Богу. Но я могу судить там по тем же кадрам, которые я видела и так далее. Если один и тот же человек получит три раза по два пакета гречки, ну вот мне лично совершенно не жалко. Тем более, что я знаю, что это моя своя гречка, купленная не налогоплательщиками, а простыми людьми, я имею в виду на деньги налогоплательщиками, а простыми людьми просто того, что они захотели оказать помощь. Вот я лично, вот заплатив эти деньги, переведя их там на счет для сбора помощи, вот мне не жалко. Ты вот понимаете, просто, как, Катя, объясните, мне вообще тоже ничего не жалко. Если можно было бы там собрать миллиарды, раздать эти миллиарды каждому в руки, я бы это сделала. Но у меня нет пойти, жалко или не жалко. Я и по 10 пакетов гречки, и по 20 пакетов гречки с удовольствием, как и другие ребята, вот волонтеры, мы все это раздавали. Но дело-то не в этом. Нам хотелось помочь как можно большему количеству народа. Из-за этого были какие-то случаи, которые нам казались странными. Нам больше всего казалось странным поведение людей. Но мы потом собирались, вечером у нас были психологи, и мы тоже говорили, что мы не имеем права это оценивать, потому что это не мы потеряли все, а эти люди. И как мы себя поведем в момент, когда мы не доверяем власти. Не знаем, сегодня нам дают эту гречку, а завтра все закроют, все уехали. Может быть и правильно, что они ее берут не в одни руки, а три раза ходят получать. Но это как раз все говорит об одном. Систематизация необходима. То есть вот такого не должно быть. Человек должен доверять, он должен понимать, что он приходит и забирает необходимое на данный момент. Потому что вам, например, три пакета гречки сегодня нужно, а бабушки, живущие напротив, вот она не дошла. Очень много людей не доходило. Не доходило по двум причинам. Не могут, но реально там очень много стариков. Средний возраст там 60 с лишним лет. А вторая, это история очень распространенная была. Они думали, что как только они покинут свое жилье, придут мародеры. И очень часто мы, например, развозили питание, и нам приходилось уговаривать человека выйти его взять из дома. Потому что он не хотел нам открывать двери. И это было вот в первые дни. Потом уже, конечно... А вообще проблема мародерства стояла? Стояла. Она стояла не так, чтобы тоже массово и остро, но периодически была. Это типичная ситуация чрезвычайная, когда одни люди все теряют, а другие люди понимают, что это их момент жизни, чтобы на этом нажиться. Там нет черного или белого. Люди в первые дни некоторые брали гуманитарную помощь и продавали ее на рынках. Некоторые люди брали больше, чем нужно гуманитарной помощи. Но это типично для ЧАЭС, когда хаос и ситуация действительно тотального... О серьезном мародерстве вы знаете что-нибудь? О серьезном, таком, чтобы глобально что-то очень важное вынесли? Нет. Прежде всего, потому что там уровень жизни достаточно средний, то есть люди у всех примерно один и тот же уровень жизни. То есть невозможно прийти в дом и увидеть там какой-то супер-мегаплазменный телевизор. Там просто... Нет, но там же есть дома, которые выглядели и которые там, например, не пострадали от наводений, которые там на горе стояли. Дома состоятельных людей. Я помню, меня потрясло видео в интернете, как человека снимали с вертолета с какого-то такого очень серьезного дома и при этом снимал на мобильный телефон человек, который явно при этом сидел на крыше собственного дома и не мог этой самой помощи дождаться. То есть ощущение, что были вроде все равны, но есть некоторые, кто равнее. Это всегда. В любой ситуации. Ну, опять же, это вот наша страна, почему, собственно, мне кажется, волонтеры-то и приехали. Вот это действительно очень у многих был аргумент, что все равны, но кто-то равнее других. И чтобы не было такого равенства-неравенства, надо помогать всем. И поэтому, кстати, между прочим, я совершенно, у меня изменилось сознание после Крымска, потому что мы в обычной жизни очень сильно идеологически спорим с большинством людей, которые там с нами бок о бок стояли в этой муляке, в этих испражнениях. И в момент, когда мы оказывали помощь, у нас не было, вот в момент помощи, не было вообще разговоров. Кто-то, откуда-то, что ты здесь делаешь. Вот ты... Ну, вы просто уже упоминали в разговоре, что был и лагерь движения наши, что вы работали бок о бок с Робертом Шлиголем, с которым, как я понимаю, у вас разные абсолютно представления, не только о прекрасном время веду идеологически. Мы туда ехали не с целью пиариться или что-то еще, а с целью помочь людям. И мне без разницы, что она... И большинству народу, без разницы, что напишут средством массовой информации. Я лично знаю, какому количеству людей я помогла. У кого от этого какой рейтинг вырос, меня в ту секунду вообще никак не волновало. Сейчас меня это вообще никак не волнует. Меня волнует, как сделать так, чтобы в будущем, если такое будет происходить, система работала. Но основная это твоя цель помочь этой бабушке, этой семье. Там страшно, там же ужас. Ну, скажите, вот вы лично много ходили по домам? Много. Или вы все-таки взяли на себя работу координатора? Нет, я очень много ходила по домам. Я действительно в основном координировала. Что такое координация? Это просто неумолкающее количество вопросов в реальном времени и по телефону. И это тебе все время приходится носиться и урегулировать все вопросы. Но я ходила по домам и ездила в поселки, потому что, во-первых, я сама никогда не доверяю информации, которую я не обладаю лично, то есть, которая не получила из первых рук. И, во-вторых, я развозила инсулин, развозила вот первую, абсолютно первую необходимую помощь как раз в первые дни, когда надо было людей из домов вытаскивать, когда они еще не доверяли, и, видя, значит, меня, они кричали мне, что вот мародеры, уходите, ну и масса всяких... Ну вот, знаете, я смотрю на вас и думаю, что, с одной стороны, конечно, вас очень сложно принять за мародера, а, с другой стороны, вас, в общем, сложно представить роль человека, который будет вот это вот все выгребать собственными руками. Там масса было таких людей, и мародеров, прекрасно выглядящих, я думаю, что тоже немало существует, и волонтеров, прекрасно выглядящих, там большое количество было. и к нам приехала на один из первых дней, не помню, это был пятый день или шестой, Наташа Водянова, вообще топ-модель мира, да, вряд ли тоже можно представить, что Наташа... Ну и что, Наташа Водянова с лопатой, в руках? Наташа очень много делала, Наташа при мне не разгребала муляку, конечно, но она открывала детскую площадку, она ездила ко всем этим людям лично, она с ними общалась, и я даже на самом деле не знаю, что тяжелее морально, потому что у нас было ощущение, вот ты, когда физической работой занимаешься, все-таки мозг отдает сигналы организму, что ты вот сейчас занят физической работой, ты разгребаешь стены, там чистишь это одно, и ты не думаешь психологически о том, какое горе в этом доме случилось. Как только работа останавливается, у нас были такие моменты, вот работа останавливается, обычно это из-за того, что очень жарко, там температура 32, там даже иногда под 40 было, пить надо воды, и ты как бы пьешь воду, тебе человек говорит, а что в этом доме случилось, и это ад, да, потому что потом ты во время работы, ты постоянно думаешь, что, боже мой, а что же происходит в соседнем доме, а Наташа ездила, общалась с людьми, и у нее была очень сложная задача, потому что дети, которые, поскольку это детская площадка и детская психология, дети, которые попали в зону ЧАЭС, они даже к умывальнику боялись подойти, потому что их страх и ужас в глазах говорило то, что они думают, что этот умывальник тоже затопит, сейчас из него что-то, вот вообще физически вода, это тяжело для них, и то, что, например, общаешься с детьми, к нам в лагерь привели мальчика, привели, вот он потерялся, где-то ходил по городу, его привели в нашу регистрационную палатку, он сел, и он молчит, мы с ним все, как тебя зовут, откуда, он молчит, и он молчал, так, наверное, часа четыре с половиной, потом он ко мне подошел, начал дергать, значит, меня за футболку, я опустилась, говорю, что такое, он говорит мне, а мама будет, и тут я понимаю, что, скорее всего, мамы не будет, и, скорее всего, с этим ребенком надо очень серьезно разбираться, потому что, если его привели, наверное, у него, может быть, и близких родственников нет, а там очень много было таких случаев, там, по закону Российской Федерации, такой ребенок попадает в детский дом, что такое детские дома, лично я знаю прекрасно, и ребята, которые со мной работали, тоже знают прекрасно, что такое детские дома, и вот этот ад, ты смотришь на этого ребенка, как бы ты ему должен помочь, и ты представляешь, что может быть, вероятно, он попадает в этот детский дом, и это Наташа на работу была. Да, я бы сказала, действительно, одна из самых сложных, но, а насколько, Наташа привезла ведь с собой волонтеров-психологов, насколько, вот как бы, их знаний, способностей хватало на то, чтобы работать в подобных условиях? Когда приехали психологи, у меня была на лице снисходительная ухмылка, то есть, и у большинства волонтеров, когда нам сказали на психологе-ЧСники, то есть, есть психолог-ЧС, это не равно просто психолог, это не равно, например, психолог-НЛПист, которых очень много, тоже в зоне ЧС, потому что они решают проблему краткосрочно, а проблема-то появляется после восьми дней пребывания в зоне ЧС, когда это осознается все, это действительно моральная катастрофа и повышается очень сильно порог суицидальности. И вот эти психологи приехали и начали нам первое говорить, ребят, мы приехали оказывать помощь пострадавшим, но на всякий случай имейте в виду, что первые пострадавшие это вы, потому что вы не знаете, где вы оказались, и лучше приходите к нам, если вас там что-то гложет, вы лучше не держите это в себе. Мы все хи-хи-ха-ха. Потом наступил девятый день, это день поминок, и это было очень тяжело, потому что, во-первых, люди массово пили, не волонтеры, я имею в виду, а в домах, и это по понятным причинам, а во-вторых, они, конечно, очень сильно на девятый день действительно осознали, что произошло, и не было уже такого, что у меня дом, или как в первые дни, вот первая необходимость, а было моральное ощущение потери, утраты, близких людей, и ты ходишь, и это понимаешь. И мы пришли, после этого я вечером этого дня улетала в Москву организовывать фуру, а ребята остались там. Когда я улетала, ко мне подошла психолог Таша, и она мне сказала, «Ален, ты сейчас прилетишь, три таблетки валерьянки, горячей ванной спать». Я говорю, «Как? Ну ты что? У меня железная психика, стальные нервы. Какая валерьянка? Какой спать?» Я говорю, «Приеду, там все организую, потом в два-три ночи лям спать». Она говорит, «Я тебе точно говорю, как надо сделать». Я не сделала, как она сказала. Сидела в ванной, у меня действительно начался вот этот моральный кризис, потому что я смотрела в потолок, я не могла двигать там никакими мышцами, и вообще не понимала, что с моим организмом происходит, потому что я сижу, и у меня прокручиваются все вот эти картинки. И тут я поняла, что, оказывается, психолог – это самый главный человек, который первый должен приезжать в зону ЧС. Потом, когда мы увидели статистику в разных странах мира, что у волонтеров с суицидальностью происходит, что резко растет количество суицидов, причем не когда ты там, а когда возвращаешься и понимаешь, что там-то она как бы жизнь, она помощь, а тут ты, вот этот жестокий мир, и все друг о друге не думают, и ты-то никому не нужен. Это ощущение, что там ты помогал и нужен, а здесь-то как бы никому не нужен, влияет на вот этот рост суицидов. Это важно, психолог важен. Поэтому те, кто там были, они не прекращая работали. Мне кажется, психологи вообще, мы-то хоть отдыхали, они 24 часа в сутки работали. Ну вот, Ален, смотрите, вы поняли, даже там, естественно, совершая ошибки, просто потому что не зная, как работают в чрезвычайных ситуациях, занимаясь организацией волонтеров, сейчас вы рассказывали про психологов и так далее. Вы согласны, что нужны какие-то определенные правила или, хорошо, отдельный закон, как предлагает общественная палата о волонтерстве, который сможет регламентировать деятельность волонтера, который не позволит человеку неподготовленному туда ехать, которому самому эта помощь потом понадобится? Я считаю, что закон не нужен, правила нужны на уровне некоммерческих организаций, которые отвечают за людей, привлекающихся к деятельности во время ЧАЭС, именно поэтому вот у нас возникло такое спонтанное желание у всех создать вот этот гражданский корпус, волонтерское движение, чтобы мы обучали людей, кстати, первые наши волонтеры вот в эту субботу, в воскресенье прошли курсы спасателей, совершенно прекрасные, кстати, курсы организованы Россоюз ПАСМ, то есть мы это уже делаем, но закон нет, потому что... Ну, а подождите, ну вот ваши взаимоотношения с региональными, с местными властями, потому что, условно говоря, в Крымске они готовы были поначалу вас слушать, но при этом уговаривали уехать обратно, говорили, езжайте, Алена, домой. Потом, как вы говорите, там через какое-то время наступил перелом в их сознании, и они поняли, что все-таки помощь от вас может быть, да, что вы можете принести пользу. Но ведь это какая-то потеря времени, да, в условиях чрезвычайной ситуации. А если вы являетесь, грубо говоря, сертифицированным волонтером, то никакой местный чиновник, какой бы паникой он ни находился, какие бы у него там панические атаки бы не были, он вас не может выгнать. Нет, это неправда, потому что человек при исполнении, находящийся в состоянии хаоса, в состоянии выгнать любого человека, потому что в ЧАЭС решение, принимаемое данным конкретным человеком, это закон. Вот он их принял, неважно, они там в данный момент соответствуют акту или подзаконному акту или не соответствуют. Это решение на месте, это как, знаете, взлет-посадка в тумане по условиям, то есть это капитан корабля решает, делать это или не делать. Поэтому нет. А очень сложно другое, то что, почему вообще возник закон? Его разрабатывали-то вообще не под эту тему, а под тему соответствия слова доброволец-волонтер и волонтер Сочи. То, что у нас есть сейчас волонтер Сочи. И вообще волонтерство, вы знаете, что мы сейчас всем людям, которым мы компенсировали, например, проезд, у них как бы возник доход, и они должны с этого заплатить НДФЛ, то есть налог с дохода физического лица. Помимо всего прочего, люди, которые собирали деньги на Яндекс.Кошельки, у них как бы вроде тоже возник доход. Поэтому это поправки в налоговый кодекс надо вносить. Но эти поправки я точно, я даже знаю, что скажет Минфин. То есть Минфин скажет, сейчас мы внесем эти поправки, а потом каждая организация, как вот эти все организации некоммерческие по инвалидам, в 90-е годы, вы через них будете что-то гонять. Или как мне все время приводят в пример, вот вы знаете, что защитный знак Красного Креста там в этих форах мы не знаем, что провозят. Я это все понимаю, но просто для этого не нужен отдельный закон. Еще раз, поправки, пожалуйста, отдельный закон... Но при этом вы сами прекрасно понимаете, что отдельные поправки в налоговый кодекс они не пройдут. Что Министерство финансов будет против. Вы сами об этом говорите. Я, к сожалению, почему-то остро понимаю, что закон может пройти. Да, скорее всего, нас это с вами ждет. Это как бы гробовая плита. При том, что я сказала, что я безусловно, если не дай бог этот закон будет, я буду ходить на все обсуждения с огромной кипой доказательств, почему надо делать не так. Но если этот закон будет, я более того, хочу встретиться с людьми, которые входят в рабочую группу очень сильно, потому что эти люди сами по себе многие были в Крымске. Я их видела с ними, я сказала, Светлана Журова была, она приезжала к нам. И мы как раз и говорили, что правила нужны, но эти правила не должны быть рекламентированы таким образом. И не дай бог не закон. Потому что закон, вот, страшен не закон, а право применения. Да, безусловно. Но с другой стороны, согласно историческому опыту, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. А что еще более ужасно? Да, безусловно. Скажите, как строились вот про отношения с чиновниками местными более-менее понятно, МЧС? То есть те, которые знают, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, и те, которые не впадают в панику? Первоначально с МЧС у нас были очень сложные отношения, прежде всего, потому что тоже приходилось доказывать, кто ты. То есть был вопрос, ты вообще кто? А потом они очень долго пытались понять, как сделать так, чтобы мы не мешали, но когда появлялись различные действительно сведения, там вот опять же Нижнебаканская или Неберджа или Новоукраинка, там где были в основном волонтеры, что волонтеры выполняют вообще-то больше работы, они стали говорить, что это замечательно, что вы есть, только вы, пожалуйста, к нам не приставайте, вот если вам там что-то нужно, военная полевая баня, это как бы не к нам. Вот вы сами, это волонтеры, как мне сказал замминистр МЧС, волонтеры должны быть самодостаточны, раз они волонтеры. Я говорю, замечательно, там внутренние войска тоже должны быть самодостаточны, и не ходить к нам за перчатками и сапогами, хотя я вижу этих ребят молодых, и невозможно им не дать сапоги или перчатки, потому что они тоже все обливаясь слезами, без масок, стоят и вот это разгребают. Еще вот, я вот везде это говорю в интерьере, даже не знаю, как это словами писать, это же трупный запах, вот этот вот яд, вот этот трупный, вот ты все время им дышишь, и у них даже масок нет. И МЧС тоже часто, например, в некоторых районах, особенно вот в Нижнебаканской, можно нам, например, вашу машину Керхер или вашу бензопилу, можно, конечно, замечательно забирать, и вы умеете этим пользоваться, только почему, как бы у нас ее просят. Но МЧС, с другой стороны, есть очень большая разница между МЧС наверху и МЧС исполнителями, которые были. У нас был совершенно замечательный человек по фамилии Тарасян, который, МЧСник, он ровно делал и говорил то, что делал. То есть он, например, мы его просили, нам надо такое-то количество машин, правда, это уже было в более поздний период, он говорил, хорошо, такие машины будут. Под вашу ответственность такие машины будут выделяться. И были такие люди, которым надо быть благодарны. Плюс у нас был Россоюз Спас. Это волонтерская организация, которая взаимодействует с МЧС, и это ребята, в основном, бывшие в спитаке и работающие в гуманитарной миссии Красного Креста. Поэтому они нам очень помогали, им говорили, как нам это делать, какие мы вообще группы должны формировать. Но они, к сожалению, они, конечно, не могли за все отвечать. У меня нет единого мнения, какое у нас было взаимодействие с МЧС, кроме одной точки зрения. Я ее лично сказала замминистру и лично во всех совещаниях. Говорила, что самая главная недостающая вещь это информация. Вот у нас ее не было. Вопросы об информации. Вот последние, наверное, минут 10 я хотела бы, чтобы мы с вами поговорили о причинах трагедии. И, собственно говоря, самое главное, что волновало всех, и, в общем, ответа на этот вопрос, я думаю, что нет и по сей день, это как были проинформированы люди и как людей надо информировать, чтобы они знали о том, что надвигается какая-то катастрофа и как себя вести, если вдруг ты оказался в зоне бедствия. Очень хороший вопрос. Значит, знаете, что по статистике разных стран мира только японские туристы выживают при пожаре в гостиницах. Потому что менталитет японских туристов запоминать ходы и выходы и быть натренированным коллективно покидать зону бедствия. У нас есть такое понятие, как гражданская оборона. У нас есть такое понятие, как информирование населения в ЧС, которое относится в том числе к ведению муниципалитетов. У нас эта система полностью я считаю и не только я. Но это мое мнение. Она развалена. Население не было проинформировано, хотя, как мы знаем, уже это все подтвердили. Данные были заранее. Бесполезно искать козлов отпущения. Их все равно найдут. И, конечно, надо принимать мир, но это бесполезно. Полезно решать, как сделать эту систему информационную. Помимо того, что просто сообщить, потому что даже при нас единый информационный центр там айтишный, запускали смс-оповещение такое тестовое уже после. Уже после. Я, кстати, предлагаю посмотреть интервью с экспертом по радиооповещению Андреем Бросенковым. Возможно, его информация как-то прояснит одну из версий наводнения. В 2009 году была разработана программа модернизации мощного радиовещания. В этой программе было заложено и выполнение функций оповещения, то есть ГООЧС. Были разработаны специальные приемники, которые, находясь в режиме ожидания, то есть это эфирные приемники, по команде из подающего центра сами включались и шел голос диктора, то есть сообщающего, о тех или иных событиях чрезвычайного характера и шла бегущая строка. Эти приемники были протестированы, была протестирована система оповещения, но в этом году, в июне месяце, 21 июня, эта программа была закрыта по основанию подписываться Российской Федерации. То есть деньги, что планировались на модернизацию мощного радиовещания, в том числе туда включалась система оповещения, деньги даже не выделялись. То есть программа была запущена, но то, что касается именно радиовещания, деньги не выделены. Что в Казахстане, что в Российской Федерации, что на Украине, что в Молдавии, все радиопередающие центры строились примерно в одно время. Это 70-е года прошлого столетия, примерно говорю. После этого никакой модернизации принципиальной не делалось. На сегодняшний день процент износа передатчиков 100% всех передатчиков, износ радиоантерно-мачетовых сооружений приближается к 100% и тоже 100%. То есть на сегодняшний день это все полностью можно смело списывать. Возможности донесения информации. Это СМС-рассылки, это проводная радиосвязь, радиотрансляция, имеется в виду. Это с помощью интернета. Но мы прекрасно понимаем, что в случае какого-то локального конфликта, локального встречательного события, сразу же пропадает напряжение в сети. То есть обестачиваются те же самые радиоточки. Потом могут выйти из строя передающие антенны, которые передают СМС-сообщения по мобильной сети. То есть все локальные средства повещения в случае именно серьезного события однозначно выходят из строя. И только удаленные антенны, удаленное оборудование, то есть имея в виду мощное радиовещание, может донести информацию жителям данного региона. У меня есть конкретный пример, то, что было на Фокусиме. После трагедии Фокусимы все местные придающие контент устройства вышли из строя. И только с помощью радиоцентра, находящегося на Сахалине, нашего российского радиоцентра, он вещает в режиме длинные и средние волны, японцы могли получать необходимую информацию в данном регионе о событиях на Фокусиме. Я, во-первых, озвучил те деньги, которые планировались выделить на модернизацию мощного радио вещания. Это почти 14 миллиардов рублей. В масштабах страны это, я считаю, ничтожная сумма. У нас есть конкретный пример, когда дорога, обычная шоссе на Дальнем Востоке, идущая к острову Русский, если не ошибаюсь, длиной около 30 километров, стоит вдвое дороже, чем все ФЦП по модернизации мощного радио вещания. Наверное, было бы логично, если даже бы не было денег, сделать двое уже, даже и сохранить деньги для модернизации мощного радио вещания. Или двое короче, потому что масштабы поедине сопоставимы. Вы согласитесь с его словами? Я соглашусь со словами, что эту систему надо делать совершенно иначе. На уровне детских садов и школ должны проводиться занятия именно ЧС на данной конкретной территории. Если ты живешь в зоне землетрясений, значит, основной упор на землетрясение. Живешь в зоне затопления предполагаемого, значит, наводнение это основное, что должны знать еще дети. И это не должно быть так, что не только СМСки. Что такое СМС-шлюз? Можно позвонить, если что-то происходит, и предупредить. В основном телефоны заняты или не перегружены. СМС приходит всегда. Информирование СМС эффективно. Помимо этого есть еще масса стандартных вещей. Радиоточки, за которые, между прочим, мы с вами платим. Многие уже их отключили и не платят за это. Их действительно... Давайте говорить о том, не как оно должно быть, а то, с чем мы с вами сегодня имеем дело. Если, не дай бог, что-то случится в Москве, то я уверена, что 98% москвичей об этом не узнают, потому что, может быть, они продолжают платить за радиоточки, но они давно у них не работают в квартирах. И, может быть, я даже, когда оставляю 2% на радиоточку, я, может быть, даже как-то излишне оптимистично настроена. Но есть еще какие-то знания, которые необходимы обычному человеку, как оказывается, могут пригодиться. История событий практически почти 10-летней давности, Норд-Ост. Когда одна из девочек во время штурма смогла спасти тех, кто находился рядом, потому что она знала из школьного курса ОБЖ, что в случае попадания газа надо мочить платок и прижать его к лицу. И она, и несколько ребят, кто был с ней рядом, не надышались этого газа. Это спасло им жизнь. Понимаете, никогда не знаешь, что пригодится. Мы же с вами, я думаю, из курса школьный, мы еще с вами застали, наверное, НВП или его осколки, знаем, что в случае ядерного взрыва надо накрыться простыней и ползти на кладбище. Так я уверена, что в случае чрезвычайной ситуации наши с вами знания нам не помогут. Я уверена, что большинство населения действительно не знает, как надо себя вести, поэтому я говорю, что должны проводиться такие мини-инструкции, должна быть развернута массовая информационная кампания, которая говорит людям, как себя вести. И главное, что в принципе в чем проблема-то. Нас можно этому обучать, просто мы относимся к этому. Вась, ну что там, курсы проводят, ты пойдешь это вот бред слушать? Особенно в крупных высотных зданиях, что в городах-миллионниках крайне важно, потому что все следующие катастрофы, вот я посмотрела, я начала после Крымска все изучать по ЧАЭС, посмотрела карту техногенных катастроф, предполагаемых техногенных катастроф России. Так, уважаемые граждане, товарищи, вы смотрите, техногенные катастрофы это хуже, чем все, что связано с природной средой, потому что это уносит большее количество жизней. И надо обязательно понимать, что делать, если ты в высотном здании находишься, как спасать там окружающих, да, что делать, если газовые трубы начнут массово взрываться, там, что делать, если на тебя цунами надвигается, да, надо. Мы сейчас как раз готовим комплекс предложений внутри своего вот этого вот волонтерского движения, этого гражданского корпуса, как бы мы это делали, естественно, мы хотим взаимодействовать с МЧС, потому что в МЧС есть и центр медицины катастрофы, и ситуационный аналитический центр, там, и все-все, я не знаю, как это работает сейчас у них на данный момент, но вот это информационное взаимодействие обязательно должно быть, потому что волонтеры могут больше, численность больше, и это такое сарафанное радио, которое обязательно должно работать. Вот скажите, вот очень много говорилось вначале, сразу после трагедии, пытались разобраться в ее причинах, хотя, на мой личный взгляд, абсолютно, простого человека, что причины были не очень важны, важно было оказать людям помощь здесь, и сейчас, а разбираться в причинах надо позже. Так вот вопрос, насколько важно разбираться действительно сейчас, спустя два месяца, в причинах этой катастрофы? Спустя важно разбираться, обязательно, важно понять, что за причина, сделать выводы, и более того, выводы не только административного порядка, вот этот козел отпущения, пусть он идет там по всем известному адресу, а что надо сделать, чтобы эффективность работы человека на этом месте была высокая, чтобы такого не повторилось, это нужно. А что, на ваш взгляд, вот после того, как вы там побывали, и были на этой платине, и разговаривали с людьми, и просто с обычными, и со специалистами, на ваш взгляд, что случилось в Крымске? Не могу сказать, то есть у меня все четыре версии основные, которые как бы основные, они в голове есть, и для себя я так и не смогла сделать вывода, что же послужило причиной. Для меня как раз работает обратный механизм, который вы, Катя, озвучили уже, что как, а не почему. Вот у меня вопрос как основной, и я сейчас как-то занимаюсь, как. Как у меня там мама гидроинженер, да, и поэтому мне в этом плане легче, потому что у меня мама прекрасно представляет, как что устроено, почему она так делается. Ну, а вообще вам важно потом, в конце концов, понять, что там произошло, и почему это случилось? Важно, конечно. И более того, это больной вопрос, но мне важно понять реальную сумму, ой, сумму, реальное количество погибших людей. То есть официальные цифры, на которых остановились 172 человека, они вас не устраивают? Да, я считаю, что обязательно надо сказать реальную, реальное количество этих погибших. Спасибо вам большое. Я напомню, что героем нашего времени сегодня была Алена Попова, общественный деятель, координатор лагеря волонтеров в Крымске, и обсуждали мы трагедию в Крымске, которая случилась в начале июля, которая по официальным данным унесла жизни 172 человек. Сотни и тысячи остались без крова, и при этом огромное количество людей откликнулось и решило помочь тем, кто пострадал. То есть история с волонтерами в Крымске, наверное, одна из самых приятных, если так можно говорить, потому как все-таки случилась трагедия, погибли люди, но человеческая реакция действительно доставляет удовольствие. Вы смотрели программу «Наше время». Я провела Екатерина Шергова. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин